Ну а это уже Иркутская область. Оттуда сейчас приходят без преувеличения жуткие кадры. Прямо сейчас начинают смывать еще одну точку на карте. В эти минуты под воду уходит город Канск в Красноярском крае. Там уже введен режим чрезвычайной ситуации. Собаку нашу спасли, б***ю нет. Все, собаку забираем или все? Оставляешь? На крышу ее? Оставляем, да? На крышу ее. На крышу? Вот остановочка от сковы. Эй, куда пошли? Назад! Назад не ходи! Вот какая обстановка стыла. Гамак мосту прибило. Только что проплыл один дом. Вот еще один дом. Мы находимся на самой высокой точке Тулуна. Еще вчера вот там был большой район. Сейчас там осталось домов 20. В больницах уже более 200 пострадавших. Число тех, кто после оказания помощи отправили домой на тысячу больше. Погибших к этой минуте 18 человек. Вот это все выглядит как озеро, но на самом деле под водой скрывается улица Кузнечная. За полчаса здесь все затопило. Наши собеседники уверены, именно потому, что чиновники утверждали, что все будет хорошо, большая часть жителей не стала эвакуироваться. Практически сейчас все, что нам не есть, это все дали люди. Потому что мы остались в чем стоим. Хотя в новостях, допустим, в Иркутске у меня мам уже там говорят, что нам уже дают. Но нам ничего не давали. Ничего нет. Нет, конечно, нас только списки составляли. По последним данным, стихи унесла жизни 18 человек. Судьба 13 неизвестна. У нас полы вырвало в доме. И, видимо, дом подняло, и все вещи уклыли. Дом, да, уплыл. Сказали, что где-то находится в этом месте. Ну, невидимо. Все уплыло, остались. Вот в чем были, в том и остались. Жили до последнего, как бы, смотрели телевизор. Как бы уверяли, что не надо никуда не собираться, ничего не нужно делать. В итоге в пик паводка люди не успевали забрать даже самое ценное. Но и те, кто спас хотя бы документы, до сих пор не могут получить положенные по закону единовременные выплаты. 10 несчастных тысяч на одного человека, да? Вот приходим, вот вчера, говорит. Кто, говорит, подавал, например, вот вчера, они, говорит, вчера же и получили. Мы сегодня вот пришли проверить, чтобы это 4 дня прошло. Нету у нас в списке. Под топленными все еще остаются более 3000 домов. Вот фундамент от дома. Остался только. Ничего не осталось, то есть вообще ничего нету. Остались без жилья. Еще ипотека у нас. То есть жили 10 лет, 10 лет строили и все делали. Ну и все. Жена не прописана. Мы два года уже живем, значит, в совместном браке. Да. У нас ребенок здесь родился. Все, увидела прописка другая. До свидания. Что мы ждем? Какие компенсации? Будут ли они вообще? И что будет? Никто ничего не знает. Ни администрация, ни простое вообще население. И отдельный разговор о причинах. Традиционно раздолье для диванных конспирологов в соцсетях, которые наперебой придумывают самые невероятные версии. Ну и в то же время есть как минимум один реальный фактор. Масштабная вырубка лесов, которая стала нормой при нынешних властях региона. Конечно, леса не смогли бы полностью взять на себя удар экстремальной непогоды. Но можно утверждать, что тайга, если бы масштабы вырубок были не такими, как гигантскими, могла бы смягчить последствия катастрофического дождевого паводка. Как вышло, что город не спасла новая, недавно построенная на федеральные деньги дамба? И почему режим чрезвычайной ситуации в Иркутской области был введен только на третий день наводнения? Если бы мы были проинформированы о 14 метрах, не было бы ни жертв, ни таких вот катастрофических разрушений, которые мы сейчас здесь видим. Режим ЧС в Иркутской области ввели лишь на третий день после начала наводнения. Уже к субботе под водой были четыре крупных района. Затопило почти 4000 домов и подворий. В экстремальных условиях оказались больше 9000 человек, из них почти 2000 детей. Дома буквально срывало с фундамента и уносило по течению. Вот этот дом приплыл последний с утра. Больше не было пока. Ну а так-то поднимается. Вот гараж всплыл буквально два часа назад я был. Он на месте еще стоял, только крыша торчала. В результате обильных осадков из берегов вышли крупные притоки Ангары. Это реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ака. За несколько часов под воду ушли улицы 40-тысячного города Тулун. Здесь в пятницу прорвало дамбу. Поднялся очень большой уровень воды. В 1984 году, если было, по рассказам, до 8 метров поднимался. Сейчас обещают до 11 метров поднятия воды. Первые рубежи на пути стихии возводили сами местные жители. Их участки в низине укрепляли мешками с песком. Дороги отсыпали землей. Наши мужики устали. Они работают уже второй день. Представляете, день, ночь, пять дней. Можно было как-то организовать ту же подвозку мужикам воды, те же продукты питания. Местные жители винят чиновников и руководство МЧС. Якобы о наводнении сообщили слишком поздно. С эвакуации затянули, из-за чего многих людей пришлось снимать прямо с крыш домов. Чиновники уверяют, все действовали в штатном режиме. Всем пострадавшим будет оказана соответствующая поддержка. Сегодня, вот сейчас мы конкретные задачи поставили. Первые, конечно, это первые выплаты, которые будут проведены за счет средств регионального бюджета. А потом, после того, как вода сойдет, будет комиссия соответствующая. Включающий срок оценит ущерб. На первичные выплаты пострадавшим было выделено 662 миллиона рублей. Людей, потерявших жилье, пока что размещают во временных пунктах. Раскладушки стоят прямо в школьных классах. Когда вода уйдет, власти будут решать вопрос предоставления людям нового жилья. Либо здесь построить жилье в городе и, может быть, рядом с городом, либо использовать эти средства для того, чтобы приобрести жилье в других населенных пунктах Иркутской области. Пострадавшим спасатели раздают продуктовые наборы. Нередко, по словам местных, с просроченной едой. Город Тулун регулярно страдал от наводнений. Река Ия, по словам местных властей, выходила из берегов непредсказуемо. Так, в 2006 году город топило дважды. Пострадали сотни жилых домов, людей эвакуировали. Именно после этого было принято решение строить в Тулуне дамбу. Стихия непредсказуема. Река может выйти из берегов в любой момент. Задача власти сделать все, чтобы избежать плачевных последствий в будущем. В 2006 году Тулун вошел в федеральную программу «Защита населения от паводков и укрепление береговой линии». Дамбу строили три года. Деньги выделяли из бюджета всех уровней. Как сообщали Весть Иркутск, в 2009 году стройку на время заморозили из-за отсутствия денег. Тогда местные жители даже организовали дежурство на берегу реки. Сами следили, как меняется уровень воды. Когда строительство дамбы завершили, правительство отчиталось. Вероятный предотвращенный ущерб составил 454 миллиона рублей. Площадь защищенной территории составила 63 гектара. Численность защищенного населения – 1837 человек. Областные газеты писали, что строительством дамбы руководило специализированное предприятие «Ремонт зданий и сооружений», которое выиграло конкурс. Оно находится в городе Шелихов. Директор этого предприятия Николай Болотов в интервью федеральному телеканалу «Россия-1» говорил, что цель проекта – исключить паводки в Тулуне минимум на 100 лет. Николай Болотов в 2018 году умер в возрасте 67 лет. Болотов был членом партии «Справедливая Россия». В некрологии на сайте партии написано, что его бизнес существенно изменился за прошедшие годы. А теперь посмотрим на биографию замгубернатора Иркутской области Руслана Николаевича Болотова. В справочнике «Кто есть кто?» статусной элиты Российской Федерации о Болотове сказано, что до 2004 года он работал генеральным директором предприятия «Ремонт зданий и сооружений» в городе Шелихов. Судя по всему, Руслан Болотов – сын Николая Болотова, который руководил строительством дамбы. А когда дамбу строили и сдавали в эксплуатацию, Руслан Болотов был министром строительства и дорожного хозяйства Иркутской области. Максимальная высота воды, на которую была рассчитана дамба – 12 метров. 28 июня вода превысила эту отметку. Все гидротехнические сооружения, они рассчитываются. Да, мы с вами знаем, форсированный уровень обязательно должен быть противопамотка, емкость, которая примет дополнительную воду. Да, вот, допустим, паводковый ливень, он идет, этот объем воды лишний, значит, должны быть диспетчеры, которые сбрасывают воду в нижний бефт, чтобы освободить эту паводковую емкость, и чтобы дамба не переуполнялась и, соответственно, не прорывалась. Но в свое время, когда Путин принял новый кодекс водный, как и листой кодекс, там поубирали все службы листяков, поубирали службы гидрослуг, которые наблюдали за уровнем, которые могли предсказать, что там будет дальше. Тут, понимаете, и человеческий фактор, и, конечно, природный. Вот я единственное не знаю, настолько сильные дожди шли вот в этом районе, или свою роль сыграла еще иркутская ГЭС, которая сейчас работает совершенно по-генормальному, благодаря которой падает уровень в Байкале. Сейчас у нас, если бы мы с вами сейчас посчитали, сколько у нас зарегулированных рек, вот на любой зарегулированной реке наводнения быть не должно, потому что там есть диспетчер, там есть служба мониторинга, которая четко знает, на какой отметке находится вода и сколько надо сбросить. Не должно, но, судя по всему, возможно. Ну, подождите, а где у нас еще есть наводнение, если мы с вами возьмем каскад, Горский каскад? Есть наводнение? Нет. Возьмите Днепровский каскад? Есть? Нет. А здесь каскада нет. Здесь одно водохранилище иркутское, которое серьезно играет роль и в Байкале, и вот то же самое, что река Ия подтоплена, она в подпоре оказалась от этого водохранилища. Понимаете, если бы у нас было много водохранилищ, и они бы регулировали сток реки, а вы знаете, что основной сток реки, примерно 80%, проходит по весеннему половозию. А потом все это дело в летнюю межрень растягивается, и практически воды больше нет. В различных местных группах в соцсети ВКонтакте распространились обращения единоросса, спикера парламента Иркутской области Сергея Соколова. На видео он призывает людей помогать пострадавшим, на фото собирает для них продукты. После того, как появилась инфа, что Путин прилетел, тут же на каждом фото лицо товарища этого. Мол, я вот, я собираю. Может, хватит уже пиарить Сокола везде, где можно и нельзя? Мы уже и так поняли, что он наш следующий губернатор. Сколько можно уже? А пользователь Инстаграма с ником Алмихей пишет, что Единая Россия наклеила свои логотипы на мешки с гуманитарной помощью, которую собирали жители Иркутска. Ноль затрат из бюджета, которые есть куда направить. Дворцы сами не построятся. Максимум пиара перед сентябрьскими выборами. Максимум пиара перед сентябрьскими выборами. Под публикациями о наводнениях в местных группах появляются комментарии от МЧС России. Официальный аккаунт ведомства пишет о сумме выплат пострадавшим. В группе «Подслушанный Иркутска» опубликовали скриншот заголовка с сайта «Вести.ру» от 2008 года. «Дамба спасет Тулун от наводнений на 100 лет». Подписали публикацию так. А спасло лишь на 10 лет. Упс, неловко получилось. Люди просто брошены прозвол судьбы. Вчера было оповещение о том, что не надо панике, оставайтесь на своих местах. Стадион «Химик». Вода свезла, забор бетонный. Спасают животных. Присоединились, приехали с Иркутска. Присоединились к трагедии. Бедные животные. Дома плывут. Стоит хруст и гром. Грохот. Ломающихся домов. Как бы мост не снесли эти дома. Блин, маленькие дети. Слава Богу, хоть и спаслись. Я, к сожалению, без машины сейчас не могу никого увидеть. Монументальная картина. Спасатель. Спасенный зверь. Собаки вымотаны, устали. Даже встать бедные не может. Спрашивают многие, что нужно, какая помощь. Нужно все. Но, наверное, в первую очередь самое необходимое – это медикаменты. Вот такой теперь вид на город сдалека. Все, нет района. Это дачи плывут. Автор этого видео Сергей Деревяга, житель Тулуна. С нами сейчас на прямой связи. Сергей, здравствуйте. Что сейчас происходит в городе? Здравствуйте. Сейчас идет частичная уборка уже как бы участков улиц, которые вода освободила, так скажем. Картина, конечно, открывается не очень радостная. Трупы животных, разрушенные дома, как бы жители немножко в растерянности. Даже те, у кого дома устояли, жители, у которых дома не устояли, те, можно сказать, вообще руки опустили. Потому что администрации, вообще, в принципе, власти люди не верят и вообще ни на что не надеются. А вот скажите, за все время этой трагедии, что вас больше всего поразило, впечатлило? Впечатлила меня людская доброта, отзывчивость и бескорыстие. А поразила циничность властей и хладнокровие властей. Безразличие. Что именно имеется в виду? Безразличие со стороны администрации, безразличие со стороны МЧС. Понимаете, такой цинизм. Люди, наши частные люди работают день и ночь на своих лодках, на своей какой-то технике. Людей вывозят. Никто, ни в одном репортаже. Единственный репортаж, единственный канал, это Ангарс 360. Сказали только о том, что люди самостоятельно помогают друг другу. Остальные все. Россия, Вести. Все говорят, что справляются МЧС силы. Но это все-таки вопрос к российским федеральным каналам. А вот что вы имеете в виду, у вас повпечатлило цинизм властей? Понимаете, ну, власти на самом деле предвидели и знали, и многие уже говорили. Люди, которые были в верховьях реки, которые отправились туда на рыбалку, звонили и говорили, что идет огромная паводок, огромная вода. Я лично разговаривал с человеком, который оттуда выбирался. Он говорит, я был пять дней в воде, мы там утопили четыре машины, кое-как выбрались. Мы звонили, мы говорили. Да, в принципе, предупреждали. Но мэр города посчитал, что панику создавать не нужно. И лишний раз как бы волновать людей, предостеречь их не посчитал нужным. Я не думаю, что люди бы его осудили, если бы он людей эвакуировал из зон затопления, и вода бы не зашла, и они спокойно бы вернулись со своими вещами. Я не думаю, что хоть один бы его осудил. Сергей, что лично вы потеряли? Да, я лично ничего не потерял. Там небольшой урон на даче, потому как мой дом находится высоко на горе. Но вот у меня друзья, знакомые потеряли некоторые полностью все. Дома уплыли. Не было, понимаете, я спрашиваю, а почему ты дом не покинул, почему ты не эвакуировался? Он говорит, а никто даже не предупредил. Ведь был обычный рабочий день. Я вот женщину лично перевозил с одной стороны города, когда уже все, вода поднималась, уже вода была, фары, машины были в воде. Она вообще с работы бежала домой. Никто не знал. Как может мэр утверждать, что была эвакуация объявлена, когда был обычный рабочий день? По-моему, в режиме эвакуации рабочий день отменяется. Поводок еще продолжается, к сожалению. Поэтому необходимо заранее развернуть дополнительные пункты временного размещения и оснастить их всем необходимым. Государство должно помочь людям, помочь выйти из сложной жизненной ситуации. Прошу уже сейчас, не откладывая, наметить план действий по восстановлению жилья, чтобы завершить эту работу как можно быстрее. Мы с вами прекрасно понимаем, знаем ситуацию в сибирских регионах. Здесь в том числе лето очень короткое, зима наступает быстро, а паводок-то еще не закончился. Вода не сошла, когда строить будем? Времени очень мало. Нужно сделать все, чтобы люди не оказались в палатках, когда наступит холода. Ну и вообще предусмотреть все возможные варианты событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин